Добрый день, уважаемые слушатели! В гостях у Талим Толкс, Тагдарел Церма, эксперт по цифровой трансформации образования, бывший директор Центра информационных технологий образования при Министерстве образования и науки Монголии. Здравствуйте! Вы так свободно говорите на русском языке. Где вы так выучили его? Расскажите немного о себе. Где учились, о своем опыте работы? Я учился, у меня среднее образование, это средняя русская школа. То есть хороший русский язык оттуда. Я был как бы среди 20-30 детей был один Монгол, остальные были русские. И поэтому у меня русский язык хороший. Я по профессии прикладной математик, но уже с окончания высшего учебного заведения работаю в сфере IT. И последние 10 лет именно в сфере цифровой трансформации образования, именно в образовании. Вот на последней сессии, вот 97-й сессии Генеральной Ассаблеи ООН, Монголия была признана одной из лидирующих стран в цифровой трансформации образования. И мы, честно говоря, были очень рады узнать эту новость. Что, на ваш взгляд, повлияло на успех Монголии? На успех Монголии, конечно, очень много факторов. И работа министра тоже, это важная часть. К нам приезжал Генеральный секретарь ООН до этого. То есть это было в сентябре саммит. Он приезжал к нам летом. Директор ЮНЕСКО к нам приезжал и смотрел, оценивал всё это. Это тоже определённые факторы. То есть лидерство Министерства образования в этой сфере? Да, само лидерство Министерства образования и определённое качество министра тоже влияет. Но основное влияние – это, конечно, проделанная работа. В 2013 году мы начали работу над созданием собственной Education Management Information System. И этот процесс продолжался до создания Центра информационных технологий образования. То есть я работал как бы сначала, саму систему создавал. И в 2020 году этот проект уже стал как организацией. И я был первым директором этой организации. Замечательно. Рада слышать, что вы внесли вклад как раз в цифровую трансформацию образования в Монголии. Ещё, конечно, влияют определённые факторы. Это когда мы работали как парпроект, мы именно фокусировались на создании определённой системы. Но как мы уже стали центром, у нас было много задач уже надо было решать. И ковид повлиял на этот вопрос тоже. И мы начали создавать национальный LMS, Learning Management System. То есть это МЭДЛЕ. Мы начали создание МЭДЛЕ. Мы начали подготовку создания электронной школы. Мы в 2021 году закончили работу над объединением всех школ в единую сеть. И во всех школах уже есть интернет. То есть, получается, ключевые элементы – это создание LMS-системы, информационной системы, управления образованием. Да. Затем предоставить интернет, обеспечение школы интернетом, достаточным, широкополосным. Или это был мобильный интернет? Если поехать в посёлок, там самый хороший интернет в школе. Не в администрации, а именно в школе. Национальный LMS даёт подход всем, открытый доступ всем. То есть любой человек, взрослый ребёнок, может там найти своё. То есть у него есть там все контенты, подходящие ему возрасту, его классу, его уровню. В LMS тоже есть части, которые предназначены для lifelong education. То есть и есть определённые контенты для digital literacy, то есть цифровой образованием. Цифровая грамотность. Да, цифровая грамотность, цифровое образование. То есть всё это повлияло. Ну что сначала создало? Сначала создавалась вот эта система управления сектором образования, да? Да. Или вы сначала работали над созданием инфраструктуры? Сначала создавалась система. После создания... Информационной системы, да? Да, информационная система. Потом мы начали работу над объединением, то есть созданием инфраструктуры. На это уже ушло где-то 3 года. Потому что это отдельные, отделённые районы. Там много надо было сделать, выполнить работ. Это и суммы большие были. Вы имеете в виду широкополосный интернет? Или это какой-то был мобильный интернет? В 96 случаях это оптика. Оптоволокно. Оптоволокно. А есть такие, конечно, отделённые районы, куда невозможно или очень сильно затратно доставить. Там мы используем или мобильный интернет, или сателлайт, то есть спутниковый интернет. А вот с учётом вашего опыта в обеспечении инфраструктуры, какую рекомендацию могли бы дать, ну, допустим, Министерством образования, развивающихся стран? На что необходимо фокусироваться при формировании вот этой инфраструктуры? Какие советы могли бы дать? У каждой страны есть определённые, конечно, это государственная инфраструктура, да? Да. Надо использовать очень хорошо эту государственную инфраструктуру. И если есть возможность, частная тоже есть инфраструктура, договариваться с ними, вот как, например, у нас мы договаривались. То есть именно для образования, именно для будущего страны мы с ними договаривались в тысячу, от ста до тысячу раз дешевле именно для образования. То есть если там тариф 10 долларов, мы с ним договаривались за 10 центов. А каким образом вы мотивировали частные структуры? Частные структуры и государственные структуры, у всех есть дети, у всех есть родственники. Они проживают там в посёлке, в отделённом селении, да? Все согласны. То есть все идут на это. То есть есть социальная ответственность, да, бизнеса? У всех, у всех больших, вот именно вот владеют, это инфраструктура, в основном это большие компании, это сотовые операторы, да? У них есть тоже определённая ответственность, социальная ответственность, и вот по этим социальным ответственностям они идут на штуки. А вот у меня вопрос, да, ну как бы, говоря бы в инфраструктуре, безусловно, когда мы говорим о трансформации в образовании, важна и инфраструктура, а также ещё и оборудование внутри школ, да, которое связывает с оптоволокном. И с другой стороны, мы должны быть определённые продукты, да, цифровые продукты, которые позволят, во-первых, и развивать, и преподавать, так сказать, используя методы цифровой педагогики и цифровых инструментов. А также они позволят развивать навыки и отрабатывать вот эти навыки, и получать, укреплять знания учащимся. И вот какие шаги сделало Министерство образования в Монголии для того, чтобы улучшить вот именно обеспечение оборудованием и вот этими всеми продуктами? То есть в каком состоянии это находится? Надо понимать, что школьная, школа – это учредительное образование, оно должно отвечать именно за образование. То есть в современном мире получается, что директор школы, он хозяйственник. Ему надо что-то там пробить, что-то купить, у кого-то что-то попросить. Он хозяйственный, он не отвечает за образование. Надо наоборот. То есть мы сделали так, что за всё это оборудование, которое находится в школе, отвечает Центр информационных технологий по образованию. То есть вы сняли нагрузку с директора школы? Мы сняли нагрузку, мы за это отвечаем. Мы сделали контракт с госорганами, которые находятся, то есть у которых есть руки в этом поселении. Они там ремонтируют, что-то меняют, они там что-то соединяют. То есть у школы мы это забрали. То есть получается, что часть инфраструктуры школы является по сути государственным оборудованием? Да. То есть за то, чтобы она работала, отвечает государство. А вот за оборудование, которое используется в обучении, то есть компьютеры, раньше как в основном было, это министерство покупает и выдаёт, да? И получается так, что одна школа много получает, одна ничего не получает. И из-за этого разница в образовании получалась. А почему такой этот разрыв? Кто-то получает, а кто-то не получает? В смысле это зависит от степени пробиваемости директора, в смысле, от его способности пробивать что-то. Да, да. И это было очень, как бы разницу создавало. И перешли на то, чтобы определённая сумма бюджета школы уходила на оборудование. То есть директор сам решает, вместе с родителями, вместе с учителями, что ему необходимо. А кто ему утверждает бюджет? Государство. Государство утверждает бюджет и туда включает каждый год определённые суммы. А какие-то критерии есть в создании бюджета? То есть, ну, чтобы он соответствовал? Директор имеет право там определённые проценты тратить только на определённые вещи. то есть, если ему не нужны какие-то оборудования, компьютеры, принтеры, да, он имеет право только эту определённую сумму тратить на это. То есть, ничего другого он не может покупать. Есть специальный процент там на пользование учителя. То есть, учителю выдаётся там мел, что ему необходимо на материалы. Реагенты, да. Всё это тоже закупается. Он имеет директор школы затратить именно только на это и ничего другое. То есть, родители на это деньги не платят? Родители больше не платят. То есть, это была реформа, бюджетная реформа в образовании. Это в каком году у вас было? Это началось в прошлом году. Первый учебный год заканчивается. А теперь вот у меня вопрос относительно повышения квалификации учителей. каким образом у вас учителя повышают квалификацию? Учителя повышают, как раньше было, да, вот приезжали в ламбатор, там первый год, пятый, десятый год работы. То есть, каждые пять лет? Да, каждые пять лет. Уже после десятого не приезжают. То есть, если человек работает двадцать пять лет, он уже только пятнадцать лет тому назад был на повышении. Квалификации, да. Так, а теперь с прошлого года переходим на систему обучения онлайн. То есть, каждый учитель должен развиваться каждый год на своём рабочем месте. Не надо тратиться, куда-то ехать, да, и все эти контенты должны быть доступны онлайн. Как мы закладывали сам процесс? Ну, процесс будет ещё налаживаться, но принцип такой, что по всей стране идёт в один учебный год два раза оценка. Оценка кого? Учителя? Оценка для того, чтобы оценить учителя, нужно оценить ребёнка, которому он преподает. То есть, оценивание достижений учащихся? Да. Два раза в год? Два раза в год. И на основе этого каждому учителю анализируется, ему выдаётся как бы определённые баллы и рекомендации. И в рекомендациях там есть, на что он должен обратить внимание. Вот, если он учитель математики, он может там один предмет очень хорошо преподавать, и ученики хорошо знают. Может, одну тему очень плохо, то есть, сам не очень понимает, значит, преподает плохо. И вот это, по этой рекомендации он должен пройти определённый курс. А кто делает эти рекомендации? Рекомендации делает агентство образования, оценку производит, центр оценки. А они прям, что каждому преподавателю дают рекомендации? Выдаётся. То есть, это настолько автоматизировано? Работает, не человек пишет, там система работает. И есть, она прям сразу говорит, что, допустим, Чинарова Муркулова должна пройти такой тренинг, там, я не знаю, по теории Пифагора, чтобы повысить успеваемость учащихся? Да. То есть, даже до такого, да, у вас такие рекомендации? Да. И это даёт автоматизированная система? Да. Интересно, интересно. Вот идём к этому, это только в прошлом году началась работа, то есть, в этом учебном году началась работа, и думаем, что дойдём до определённого. И тогда сколько денег, если заложили в бюджете школы деньги на повышение квалификации учителя, и вправили этот учитель выбирать сам эти курсы? Заложено в бюджете, это как называется, подушевно. Подушевое финансирование, Подушевое финансирование, и там определённый процент на развитие учителя. И это определённую сумму поделили на пять частей. То есть, три части это он обязан пройти, то есть, по рекомендации. Одна часть по собственным выбора, то есть, если он хочет пойти там в создание контента, или английский язык, или что-то ещё, он может сам выбрать. А одна часть это школьная, совместная. Как это объяснить? То есть, вот учителя математики есть контент, который выдаётся из агентства образования, да, обязательный. Есть контенты, которые по собственному, а есть контенты местные. То есть, эти пять частей. Три обязательные, один по самому выбору, и один местный. А местные тоже обязательные? Нет, не обязательно, там выбираются, то есть, выбирают учителя совместно. Не совсем поняла вот этот последний, так сказать, момент, как они выбирают совместно. То есть, они должны выбрать одна группа учителей, допустим, учителей по естественно научным дисциплинам, и они выбирают, что они вместе пройдут какой-то общий тренинг? Да. То есть, это можно так понять. Из оценки ученика выходит оценка учителя, да? Из оценки учителя выходит работа управления школой. Методического объединения? Да. Или директора, менеджера, из всех этих оценок выходит оценка школы. То есть, получается, менеджер по тренингу, он уже проводит свою работу с коллективом этих зуб и учителей, для того, чтобы определить, на что необходимо потратить. там есть два определенных менеджера. Это один по оценке и один по методике. Это в школе? В школе. То есть, есть директор, есть менеджер по обучению, и есть менеджер по оцениванию. Да. Это как бы раньше называлось завуч, да? Завуч стандартно отвечал за методическую работу. Да. У нас теперь называется менеджер. А вот хотела бы спросить, опять же, мы говорили о том, что мы совершаем цифровую трансформацию, и невозможно без этих цифровых продуктов и цифровой педагогики ее, так сказать, успешно осуществить. Потому что когда во время ковида учителя, они в основном пользовались уже такими совершенными инструментами, скажем, сервисами, но они адаптировали их под те потребности, которые у них были. И поэтому это получилось больше такая электронная как бы использование коммуникаторов для, допустим, отсылки каких-то PDF-файлов или каких-то фотографий и так далее. И это, конечно, создавало определенную сложность в обработке данных, в доставке данных и так далее. И вот я хотела спросить, какую работу, какая работа была проделана в Монголии для создания вот, скажем, вот таких тренажеров, каких-то цифровых продуктов, игр, допустим, каких-то цифровых учебников, если они уже это делаются? Во время ковида у нас, во время начала ковида мы сделали ставку на телеуроки. То есть все каналы транслировали определенный предмет или определенный класс в определенные часы. По всем предметам, по всем классам были сделаны телеуроки. и эти уроки были доступны также в интернете доступны. Ребенок мог посмотреть и по телевизору, и в интернете, если понадобится. Также были сделаны работы по цифровизации всех учебников. По цифровизации или по электронификации? По цифровизации. То есть это не был просто рисунок или PDF-файл. Это был определенный HTML-формат, по которому можно было искать, находить и пролистывать или как это сказать. Листать. Да. Это не был просто такой рисунок. Отсканированный. Да. Это был определенный HTML-формат, в котором вводили все учебники из оригинального файла. И эти уже продукты продукты были доступны, да? Вот уже в период ковида? Да. Во время ковида мы очень быстро это подготовили и сделали. А вот какие продукты оказались наиболее успешны в этот период? Наиболее успешны, я не скажу, что определенный продукт. Наиболее успешными были именно работа хорошего учителя, который был подготовлен ребенком. Который знал, где найти материалы. Знал, где найти, как его предоставить. Ну, а сами продукты, какой-то фидбэк вы получали о продукте, который вы создавали так быстро, да? Ну, из-за быстроты есть и ошибки, конечно. ошибки были, потом усуравлялись. Ну, в целом, как вот учительское сообщество и ученики реагировали на вот эти продукты, которые вы создавали оперативно? И в начале ковида как бы учителя не были готовы. То есть у них большой груз снял именно этот телеурок, пока они готовились. То есть они когда приучались, когда учились создавать что-то, хотя бы пауэрпоинт сделать, вот у них определенную нагрузку забирал этот телеурок. То есть это помогало, то есть разгружало. и процесс пошел как бы ребенок посмотрел телеурок и как после телеурока общается с учителем и подтверждает это умение. процесс пошел к этому. А каким образом учитель предоставлял обратную связь ученику? То есть учитель сначала в основном использовался как бы социальные сети, создавались группы, входили туда, учитель давал задания посмотреть такой-то телеурок. А какие социальные сети популярны в Монголии? В Монголии самый популярный это Facebook. То есть получается мессенджером Facebook пользовались? Да, мессенджером Facebook. И вот на уроках ковида вот мы тоже в срочном плане создавали платформу Мэтли национальный ЛМС и там мы начали создавать уже где-то 50% уже есть это контент по каждому отдельному уроку. Мы с коллегами ездили с мониторингом исследования, которые мы проводили и по территории Монголии съездили со своими монгольскими коллегами и вот от каких-то учителей или директоров школ мы слышали об этой системе и вот я хотела попросить вас рассказать как это создавалось как вы организовали вообще сбор материалов для этой системы каким образом вы вовлекали учителей в создание учебных материалов каким образом вы обеспечили вот этот процесс сам отбора этих материалов более подробно детально можете рассказать? Да вот на создание платформы вот это мы сами как бы идею создали и сами ее начали реализовывать с поддержкой министерства конечно и определенный бюджет это для этого был процесс начался с того что мы решили какой будет формат то есть контент будет по каким форматам идти то есть у нашего контента это комплекс есть начало есть основная часть есть подтверждающая часть есть определенные дополнительные материалы то есть в этих дополнительных материалах указывается на страницу учебника на страницу ну то есть на этот телеурок можно или на другие какие-нибудь ссылки ресурсы да основная часть это то основное что на этом уроке должен ученик научиться и познать начальная часть это объединение предыдущего урока с этим уроком а вот проверяющая часть это определенные до пяти до десяти тестов подтверждающие знания данного урока умения данного урока это наша концепция контента мы начали создавать сначала договорились на формате начали создавать платформу собрали группу учителей из 42 человек эта группа учителей в первую очередь сделала образец конспекта конспекта урока конспекта урока и его учебного года то есть этот образец как поделить например математика пятого класса как поделить математику пятого класса на 99 урок и там включались промежуточные контрольные работы и как надо поделить это был образец для учителей то есть учитель мог выбирать его у него конечно есть свои методы но мы сделали образец как бы средний и поэтому образцу мы начали собирать контент от учителей если мы сделали так чтобы собрать группу и начали делать контент это было как бы под один формат под один шаблон какой-то неинтересный контент получился а у нас здесь как делается у нас здесь делается один учитель делает определенную группу тем то есть эта группа тема это от 6 до 12 уроков и он делает определенные вот эти эти контенты раздает вот эти 42 учителя учителя проверяют там есть учителя по всем предметам вот определенные вот по начальным классам там много учителей по математике очень много тоже учителей потому что это очень много часов идет они проверяют сначала мы проверяли в три этапа если совпадает менее двух учителей то есть процент выше 80 то этот контент можно было отбирать если меньше 80 контент отправлялся на доработку то есть мы просто так не отталкивали учителей за этот контент мы выплачивали определенную компенсацию то есть один урок у нас оценивался 100 тысяч тубриков а сколько в долларах это в долларах где-то 35 долларов это один урок а кому принадлежали авторские права авторские права мы когда мы выплачивали компенсацию мы делали договор на передачу на 20 лет авторских прав министерства образования и вы по сути оплачивали работу учителя да эти деньги о которых вы сказали они шли учителю а вот у меня вопрос если вернуться чуть к раншему материалу о котором вы сказали вот эти вот группа из вот этих учителей которая ну делает делала вы отбирала материалы как вы их отобрали мы отобрали на конкурсной основе мы давали объявления приходили учителя мы как бы сами учителя но мы сами отбирали то есть со стороны их знаний данного предмета знания умения работать на цифровых оборудованиях знания понимания что такое цифровое образование понимание как работать как создавать то есть были определенные подготовленные учителя которых мы выбирали и в основном эти учителя которые работали над созданием вот и программ которые работали там в академии образования то есть среди них было много разработчиков различных материалов учебно-материалов которые работали над учебниками тоже а они как бы постоянно работали у вас или они просто были ну как бы на какое-то время приходили к вам они работали постоянно то есть у них основное место работы было у вас или у них было основное место работы где-то еще у нас было основное место да потому что мы за это предлагали в два раза больше заплаты. Для ускорения работы, для привлечения хороших, самых лучших специалистов мы удвоили заплату. Вот я помню, раньше, когда мы с вами встречались, вы говорили о том, что сначала вы объявили конкурс на сбор, точнее, объявили, чтобы все учителя сдавали вам учебные материалы в свои разработки. И можете рассказать об этом опыте и как вы организовали процесс сбора вот этого материала? Мы как бы сначала были очень хорошо настроены, так сказать. Мы думали, пойдет бум, но такого не произошло. То есть учителя не были готовы создавать. То есть учитель это община учителей, это такое специфическое. То есть учителя стесняются, стесняются своих коллег. То есть скромные. Очень сильно не скромные, а именно стеснительные. Потому что, например, предмет географии, этих учителей не так много. Почти все друг друга знают. И учителя боятся, если я вдруг ошибусь. То есть они боятся друг друга. А боятся, потому что они друг друга в основном критикуют? В основном критикуют, и в основном друг друга знают. То есть если они какую-то ошибку сделают, все узнают. Но этот барьер уже проходит. А если когда достижения, тоже все узнают? Да, если вот после первых достижений, вот когда мы награждали первых 40 учителей, кажется, когда мы их награждали публично, вот после этого дело пошло. То есть мы в первый год, это в 2021 году, очень было мало контента. После того, как министр официально наградил этих учителей, в 2022 году уже пошло. И уже у нас из 15500 уже около 8000 уже здесь. А вот мне интересно, вот каким образом, вот когда мы говорим, допустим, о снятии видео телеурока, да, то есть это практически полностью готовый урок. Ну, телеурок. А когда вы говорите о создании, вот сборе различных материалов, то у меня создаётся впечатление, что вы готовите какие-то части уроков. Я права или я ошибаюсь? Или вы прям полностью готовый урок даете? Телеурок — это одно большое видео. Да. Да. Он продолжается 20 минут, да? За это время ребёнок очень много останавливает. Просмотреть ребёнку 20 минут, ему почти требуется 2 часа, потому что у него концентрация слабая. Да, слабая. Минуту смотрел, вторую минуту пропустил. И как мы сделали? Мы сделали, что один, если есть в контенте видео, оно не должно быть больше двух минут. Если есть видео, то что говорится, рассказывается на этом видео, должно быть обязательно внизу в текстовом времени. Вот поскольку вы сказали, что вы делаете определённые, ну, так сказать, продолжительность, сокращаете, у меня вопрос. То есть, получается, вы работали с психологами, да? Возрастные, ну, кто занимается возрастной психологией? Есть определённые стандарты, которые международные, да? То есть, вы использовали международный стандарт? международные исследования тоже использовали. То есть, в начальных классах это одна минута, в старших классах уже это пять минут, да? Мы это использовали. И у нас был такой принцип, что один контент, для того, чтобы просмотреть один контент до конца, ребёнок не должен затрачивать больше пятнадцати минут. Это принцип из того, что на уроке учитель выдаёт знания в 35% от всего урока. И в 65% идёт подтверждение знаний. Эти 35% от 40 минут, это и есть 15 минут. Ну да, понятно. И взяли мы вот за правило вот это и сделали, что ребёнок, любой ребёнок не должен тратить больше 15 минут. И то есть получается один учитель у вас делает, как вы сказали, до 15 продуктов. Одну тему, так скажем. Да, по одной тематике. И таким образом обеспечивается преемственность материала. Да, так. Именно из-за этого мы сделали так, что одну тему делает один учитель. Если 15 уроков будет от разных учителей, там преемственность у нас не сохраняется. То есть нету постоянства? Да. То есть нету какой-то линии связующей? Да, да, да. Понятно. А вот какой программ, на каком программном обеспечении у вас работают школы? Какие сервисы они используют? Метле у нас это идёт как ЛНС национальный. Но Метле мы не встроили, то есть мы не создавали вот именно face-to-face. Именно видео, эту связь мы не создавали. Для этого мы внедрили по всей Монголии для всех учителей, для всех учеников Microsoft лицензии. То есть все ученики теперь имеют email адрес. Все учителя имеют email. У всех учеников есть лицензия A1, то есть это образование. У всех учителей есть лицензия A3. То есть мы этот момент использовали именно для онлайн школы, для того, чтобы сделать всех учителей с email адресом не с чем-нибудь попало, а именно с email адресом. То есть получается вы всех учеников и учащихся, и учителей обеспечили электронными адресами? Да. И вы закупили лицензии? Или вы договорились с Microsoft о получении? Мы тоже делали переговоры с Microsoft и очень огромные скидки покупали лицензии. То есть вы получаете на всю страну купили лицензии? Да, на всю страну. И на какой срок? Каждый год проделяется лицензия, но там выплата по сравнению маленькая. Это очень звучит впечатляюще. Да, вот после того, как внедрили уже второй год идет, мы также активируем работу с Google. То есть одно есть, один большой плюс есть у Google. это Google Chrome OS, то есть операционная система Google Chrome, она дает возможность старым компьютерам работать быстро. Потому что вы работаете внутри системы. Windows, Microsoft Windows очень требует ресурсы. Да, очень большие ресурсы требует и оперативной памяти, на hard диске много. А вот Google Chrome операционная система очень младает требований. И поэтому старые компьютеры, когда на них устанавливаешь другой операционную систему, работают очень хорошо. И в связи с этим мы тоже начинаем работать с Google и договариваемся с ними о больших в первую очередь Google решил, что поможет Монголии несколько сот тысяч Chromebook и определенными бесплатными лицензиями. Но определенные выплаты мы тоже будем делать. А вот еще вы рассказывали о том, что вы хотите помочь учащимся, которые находятся за границей, которые хотят изучать монгольский язык и поддерживать связь с Родиной. И также вы говорили о таких возможностях для учащихся, у которых нету доступа к высококачественным преподавателям. И вы тогда говорили о создании электронной школы. Не могли бы вы нас немного просветить, что произошло с этой идеей и чего вы добились? Электронную школу мы создали. Уже идет первый учебный год. Мы начали в 2022 году подготовку 1 сентября начали работу. Официальное открытие было где-то 25 сентября кажется. Первый этап мы очень много этапов пройдет электронная школа, когда уже будет полностью от первого класса до 12 класса образования. Но в первую очередь мы решили сделать на 10 классе это элективные предметы, выборочные предметы. В 10 классе ребенок выбирает 4 предмета из 16 предметов на выбор. И у него по каждому предмету в неделю 2 часа. Для того, чтобы начать электронную школу, мы в апреле начали готовить учителей. Это тоже было добровольно. Учителя, которые хотят преподавать, но они не как бы работая на своем рабочем месте, то есть в своей школе, они тоже преподают в электронной школе. Мы сделали так, что все уроки старших классов будут в твоей школе проходить в первую смену. А электронная школа начинается в 3 часа. То есть учителя, которые преподают в старших классах, они в первую смену отрабатывают на своем рабочем месте и в 3 часа, 2 часа преподают в электронной школе. И какие преимущества дает эта электронная школа для ребят, которые учатся в отдаленных местностях? В отдаленной у нас ну допустим ребенок учится в отдаленной школе и в его классе недостаточно набирается учащихся, которые выбрали один и тот же предмет элективный. Почему мы пришли к тому, что лучше начать с выборочных предметов? Выборочные предметы определяют будущую профессию данного ребенка. То есть предмет по выбору? Да, предмет по выбору, то есть этот предмет изучается углубленно, то есть у него есть в стандартной программе, например, физика один час в неделю, и он добавляет еще 2 часа, то есть этот углубленный предмет, его углубляет по этому предмету. И у нас сложилась такая ситуация, что из-за нехватки учителей, из-за того, что не набиралось достаточное количество учащихся, не создавались классы. В школах создавались в основном 4-5 классов. Это типичные математика, монгольский язык, общественное знание, английский язык, и может быть в некоторых школах физика, химия, было 16 предметов. Это к чему привело, что очень много лет пошло так, и привело к тому, что у нас в Монголии в высших учебных заведениях учатся 80% студентов на общественных науках. А Монголии требуются специалистов по другим наукам. Да, естественно, вот есть даже такая ситуация, что монгольским государственным почти закрывается класс физики. То есть никто не хочет поступать, потому что они в школе не изучали его. То есть они не могут пройти критерий, нет интереса. А когда мы создали электронную школу и дали возможность всем десяти классникам самим выбрать предмет, оказывается, что выбору этих предметов толкала школа. Когда мы сделали так, чтобы они сами выбрали, получилась ситуация, что в некоторых школах создавались классы, которые никогда не создавались. То есть у ребят не спрашивали, что они делают. Есть один предмет, который не создавался вообще никогда. Это бизнес. у нас называется. Он получил ситуацию, что из 680 школ в трех школах он создался. А у нас в электронной школе по нему идет кажется 15 классов. А вот в электронной школе сколько предметов есть? Все 16 предметов это около 700 классов. Один класс это 25 учеников. Самое максимальное количество. и по всем классам. То есть получается если допустим дети учащиеся выбирают какой-то предмет по выбору и если в этой школе набралось количество какое ограничение есть по количеству учащихся? Это в Алабаторе 20 а вот в Аймаке это 15 а вот в селе в Сумоне это 10. То есть если допустим собралось 15 человек то соответственно этот класс проходит физически. То есть он прям в школе. Но если в этой школе допустим не набралось достаточного количества учащихся которые выбрали один и тот же предмет то тогда они имеют возможность учиться в электронной школе. Он автоматически приходит в электронную школу. То есть таким образом получается что ни один учащийся не остается без любимого предмета по выбору. Отлично. То есть это уже как бы будущее. Да это достижение хорошее. Будущее. То есть у нас будет тогда уже и в школах информационная технология почти не создавалась. Где-то около 20 классов. И все дети из разных районов из разных аймаков. Мы также подготавливаем учителей. Вот у нас где-то 1200 учителей прошло подготовку. Мы из них выбирали. мы выбирали 160 телей. И еще есть определенное количество в запасе. А сколько учащихся у вас обучается в электронной школе, которые живут за рубежом? То есть за пределами Монголии? Это уже следующий этап получается. Это мы начинаем с 23 по 24 учебный год начинаем этот процесс. То есть мы сейчас подготавливали программу, по которой обучаться будут. Мы оставили те уроки, которые ученик может пройти на местном, то есть за границей. Математика везде одинаковая, физика везде одинаковая. Мы сфокусировались на пяти предметах. Это монгольский язык, монгольская литература, монгольская география, монгольская культура, монгольская география. Мы вот на этих пяти предметах сфокусировались. И главная особенность обучения ребят, которые находятся за границей, это в первую очередь, и ребят, которые не могут передвигаться. То есть у них с умом ограничения есть определенные. Да, ограничения постижения школы. И главная особенность в том, что будут выдаваться официальные документы образования, изучив эти предметы и как бы как это остальные предметы как совмещаются или как? Да. Понятно. То есть плюс в дополнение к тем предметам, которые они изучают в тех странах, где они обучаются, они получают еще дополнительный сертификат, который подтверждает, что они получили еще и образование в своей стране. Да, официальный сертификат, который подтверждает его образование. Спасибо. А что это, какое дает преимущество вот этому человеку, который получает вот этот дополнительный сертификат? Как бы он сертифицирует свое образование на своей родине, первое, во-вторых, очень много таких ситуаций, когда ребёнок уезжает на 2-3 года с родителями. И когда он обратно приезжает, там разница в образовании получается, в разницах. Из-за этого ребёнок на 1 год отстаёт. И он теперь может продолжить обучаться. То есть он может догнать своих сверстников? Да. То есть у него будет без пропусков. Есть люди, которые уже долго живут за границей, но хотят, чтобы их дети не стали... Не потеряли культуру. Не потеряли культуру, не стали другими гражданами. То есть они хотят, чтобы они научились говорить на своём родном языке, научились писать, знали свою страну. Ясно. Хорошо. Спасибо большое. Это очень такой интересный опыт. Когда вы... Возвращаясь вот... Чуть вернусь я назад, к медле опять, да? Когда вы создаёте материалы, вот какие-то при разработке материалов используют ли учителя какие-то особенности, гендерные особенности, допустим, восприятия детей? Допустим, у мальчиков, может быть, какие-то особенности восприятия? У девочки как-то иначе воспринимают те или иные материалы? Делаются ли какие-то вот такие... Я не скажу, что у нас суперконтент. Мы ещё идём к этому. Я вот предполагаю, что этот процесс не будет никогда останавливаться. Ну да. То есть мы вот по одному уроку создали контент. Первая задача – это заполнить все дырки. И в этих улучшениях, я думаю, что эти вопросы будут затрагиваться и улучшаться. То есть на первом этапе вы пока ещё не обращали на детали, тонкости эти? Да. На некоторые вопросы не обращали внимания. То есть пока учителя сами даже не могут на это обратить внимание. Поэтому пока надо заполнить все пробелы. То есть приоритет стоял на создании всего, так сказать... Всего цикла. Да, да, поняла. Потому что вот ковид – это нам был определённый сигнал, что это, может быть, даже не первым случаем. И в скором времени что-то ещё произойдёт. Мы должны быть этому готовы. Готовы. Вот этот опыт, который вы получили в процессе подготовки материалов, создания вот этих информационных систем, какие уроки вы для себя извлекли? И могли бы вот этими уроками поделиться со слушателями? Первый – это основной урок, получается, что образование у нас и в других странах, наверное, тоже отстаёт. нам надо сфокусироваться вот именно на подготовке учителей в высших учебных заведениях, на социальной помощи или как это? На поддержке, да? Да, на поддержке социальной поддержки учителей. Социальной поддержки учителей. Увеличение заработной платы. То есть учителей как бы раньше был. То есть создать условия для учителя. Есть определённое такое понятие, что ученик никогда не знает больше, чем учитель. Если учитель плохо обучает, то ученик тоже будет плохо. То есть ключевая роль в школе… Учитель. Это учитель. Да. То есть неважно, какие у него есть инструменты, главное, чтобы он сумел увлечь, мотивировать студента, школьника, для того, чтобы он учился. То есть нам надо вкладываться в учителя. Это был у нас как бы главный вопрос, главная проблема, которую мы увидели. И делаются определённые шаги, конечно. Вот если учитель, там ребёнок выбирает в высшем учебнике заведение, идёт на педагогический, то государство платит. За его учёбу. За его учёбу. Повысили заработную плату учителей, если он там хорошо работает, если его оценка будет хорошая, он получает где-то на 100 с чем-то процентов, почти больше. То есть ему платят какую-то 13-ю зарплату? Нет, это каждый месяц. Или каждый раз ему увеличивают зарплату? Каждый месяц по этим оценкам, год-два раза у него… Пересматривается зарплата? Да, пересматривается. А на сколько процентов зарплаты растёт у таких учителей, которые показывают высокоуспеваемость? Если средняя заплата где-то около… Базовая заплата у нас – это миллион пять тысяч тубриков. А самое хорошее получает где-то два миллиона шестьсот тысяч. Это сколько прелестное в долларах? Два миллиона шестьсот тысяч… Семьсот, кажется. Около семисот долларов, да? Да, семьсот шестьсот. То есть это получают те учителя, чьи ученики показывают хорошее достижение. Да, да. Образование – это вещь, которая на контроль должна поставить государство. То есть это будущее страны, и государство на это должно тратиться. Это не та сфера, с которой идёт прибыль. Эта прибыль будет, может, там через 20, через 50 лет, но государство безвозмездно должно в это вкладываться больше и больше. Тогда пойдёт образование. А так, там говорить, что плохое, такое, сякое, это не имеет смысла. Если там вклад не увеличивается, не делать определённые работы. Само по себе образование не улучшится. Вот мы всё-таки с вами в рамках нашего проекта периодически встречались. Вы приезжали к нам в Кыргызстан, участвовали в нашей конференции международной в Бишкеке. Я хотела спросить у вас, какие у вас впечатления остались от работы в конференции, от того, что вы, может быть, что-то похожее увидели, или какую-то разницу ощутили, какие-то у вас, может быть, идеи появились. Можете какими-то своими впечатлениями поделиться? Ну, я вот когда поехал на конференцию в Кыргызстан, я увидел, что мы очень похожи. У нас и проблема тоже почти такие же. Вот по этим выступлениям на конференции других участников очень было заметно, что у нас такие же проблемы. Мы решаем, как можем у себя. И в Кыргызстан какие-то проблемы решаются, и у нас какие-то проблемы решаются. Я вот посмотрел и подумал, что мы очень похожи. когда я создавал электронную школу, я не бегал за какими-то там методиками или за какие-то программы. Подумал, сделал, реализовал, а бумаги сами дальше пойдут. За ней. То есть не надо несколько лет там писать каких-то бумаги, привозить иностранных там консультантов. Надо взять и сделать. Хорошо. То есть дорогу осилит идущий. Да. Да, большое спасибо вам. Вот наша проектная команда, и я лично желаю вам удачи, успехов. Спасибо. Во всех ваших начинаниях профессиональной деятельности. Я уверена, что ваш опыт, знания и ваши идеи, они еще послужат образованию. И я думаю, что мы увидим вот те изменения, вот эту трансформацию, о которой так все говорят, цифровую. И она принесет определенные плоды и повысит качество образования. И принесет какое-то счастье нашим людям. Да. Потому что все-таки очень важно, чтобы образование приносило счастье. Да. Помимо знаний. Да, помимо знаний. И уверенности в себе. Вот. Спасибо вам большое. Уважаемые слушатели, разрешите мне напомнить, что вы слушали подкаст «Алим Толкс». Сегодня с вами беседовал Церма Токдерел. И с вами была Чинара Мкан Омур Кулова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова